В НПО имени Лавочкина дали старт конкурсу профессионального мастерства La Space Skills. Соревнование пройдет между специалистами предприятия, а лучшие поборются в корпоративном чемпионате молодые профессионалы Роскосмоса. Оценивать молодых сотрудников будут по стандартам WorldSkills. Это самые масштабные соревнования профмастерства среди отечественных предприятий. Мы сегодня даем старт конкурсу профессионального мастерства. И я хочу, чтобы все участники этого конкурса были победителями. Вперед за победами! Конкурс такого масштаба на предприятии проходит впервые. На протяжении пяти дней участники будут демонстрировать свои умения по 17 компетенциям. Таким как сварочные технологии, сборка авиационной техники, проектирование, токарные работы, охрана труда. Всего в соревновании примут участие более 150 человек. НПО Лавочкина ведущий производитель автоматических космических аппаратов для изучения дальнего космоса. Предприятие считается главным в отрасли научного космоса. Здесь трудятся сотни высококвалифицированных специалистов, среди них много активной молодежи. Так, совсем недавно, на встрече трудового коллектива, молодые работники выдвинули немало социально значимых инициатив, которые собрали и зафиксировали члены общественного совета «Химке интересно жить». В торжественном открытии приняли участие члены проекта Николай Томашов, Сергей Новосельцев, Людмила Клименко, Татьяна Кавторева и Елена Андреева. Очень здорово, что сегодня мы открыли такой конкурс профессионального мастерства имени Лавочкина. Ведь мы с вами знаем, что только в здоровой конкуренции может рождаться что-то такое настоящее, глобальное, великое. Это огромная, огромная поддержка молодым специалистам, одаренным. Для них есть возможность проявить себя и действительно это дорога в жизнь. Это серьезная финансовая поддержка начинающим ребятам, поэтому это крайне важное мероприятие. Молодежи можно помогать, нужно помогать. Лучшие из лучших получат денежные призы. Победителей объявит 12 апреля в знаковую для всех сотрудников предприятия дату – День космонавтики. Субтитры подогнал «Симон»!